Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов ящика ответов. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем разбор статьи из публикации за ноябрь месяц 2022 года. Тема статьи «Как Иегова» помогает нам все стойко переносить с радостью. Статья изучается на неделе с 9 по 15 января 2023 года и основана на стихе Исайя 30.18. «Потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами». Наш разбор кардинально отличается от статьи, ну а кто предпочитает оригинал, тот сможет его найти и прочесть на официальном сайте общества или прослушать на встречах собраний. И тексты, если не указаны иначе, мы, как обычно, будем приводить из Синодальной Библии. Начнем с того, что текст из Исайя 30 главы 18, на чем основана эта статья, в варианте перевода нового мира, отличается от Синодального, и звучит так. «Иегова терпеливо ждет, чтобы проявить к вам сострадание. Он начнет действовать и будет к вам милосерден». Так как Исайя говорит о предстоящем наказании народа Иеговы за непослушание, такой перевод, считаем, не отражает сути слов пророка. «А суть такова. Иегова откладывает наказание своего народа в надежде, что они изменятся к лучшему, а если они не изменятся, он начнет действовать, призвав Вавилон. И милосерден уже не будет, в отличие от варианта перевода нового мира». То есть, пророк говорит, что Иегова недоволен своим народом и ожидает покаяния от него. «Жалея их, он, конечно же, может ждать долго, откладывая наказание. В этом проявляется его милосердие. Но если Бог устанет миловать, то пощады не жди. Начав действовать, он не только не будет милосердным, но и истребит непокорных». Можно сравнить текст из Еремея 15 главы 6. То же самое сказано во 2 Петра 3 главе 9 стихе. «Иегова милостив и потому терпеливо ждет изменений к лучшему в людях, желая их спасти. Но если изменений к лучшему в них не будет, то, когда он начнет действовать, в Армагеддоне никому спасения не будет». Что из этого следует? А то, что начинать исправляться нужно задолго до Армагеддона. И наставления из Исаия 30 главы помогут нам увидеть, почему не нужно сетовать на страдания и как они помогают нам становиться лучше. Подзаголовок «Иегова нас слушает». Как упомянули ранее, хотя Иегова жалел свой народ и не хотел доводить наказание до крайности пленом Вавилона, однако упрямство недобросовестных пастырей и народа Иегова в целом, прибавляющего грех к греху, показывало, что без наказания не обойтись. Как бы Иегова не жалел свой народ и сколько бы не откладывал наказание, однако они не раскаются, поэтому бедствие непременно постигнет их. И все состоялось именно так, как было предсказано. Вавилон захватил иудеев в плен. И если для непокорных тяжесть лишений была справедливым следствием их непослушания, то те, кто оставался верен Богу, эту тяжесть не заслуживали. Поэтому Бог заверил всех уповающих на Него в своей поддержке, ведь именно они могли бы помочь упрямствующим соплеменникам вновь обратиться к Богу, примером своей верности. Доверие Иегове помогало им терпеливо переносить все тяготы плена, разделяя их с упрямыми единоверцами. Читаем об этом в Исайе 30 главе с 1 по 18 стихи. Иегова предвидел, что со временем страдание побудет многих непокорных иудеев задуматься о происходящем и пересмотреть свое отношение к нему. А это в свою очередь побудет их раскаяться и обратиться к своему Богу с воплем и мольбами о помощи. Именно этого Бог и ожидает от них. Он готов образно мчаться на помощь по молитве их сразу, как только увидит в своем народе изменения к лучшему. Иегова был уверен, пройдет время, и многие из его народа исправятся, и он непременно освободит их из плена и вернет в Иерусалим, что и произошло через 70 лет. Это нам известно из Исайя 30 главы 18-19 и Иеремии 25 главы 11-12 стихов. Какие уроки в этом полезны для нас? Первый урок Если мы страдаем справедливо, по своей вине, к примеру, нас посадили в России в тюрьму за то, что мы не проявили осторожность и хранили у себя запрещенную литературу. Осознание того, что страдания помогают нам пересмотреть свои отношения с Иеговой, обнаружить свои недостатки, исправить их и стать лучше, помогают переносить эти трудности с радостью, позитивного настроя и без отчаяния, по примеру из 1 Петра 1 главы 6 стиха. Второй урок Если мы страдаем несправедливо, живем в зоне военных действий, к примеру, наше упование на Иегову может помочь обратиться к Иегове и другим людям. Осознание этого тоже помогает сохранять позитивный настрой. Третий урок Под заголовок Иегова дает нам руководство Всех, кто из народа Бога исправит пути свои и будет верен Ему, Иегова обещает оберегать во времена бедствий, снабжая не только всем необходимым, хлебом и водой, но и своим руководством. Записано это в Исайе 30 главе 20 и 21 стихах Те пленные иудеи, кто обратился от злых путей своих и исправился, испытали это на себе. Прежде всего, Иегова не допускал, чтобы они голодали и страдали от жажды. Так же, они не были оставлены без наставлений Бога. Ведь в плену находились и пророки Иеговы, и верные священники, и книжники. При желании всегда можно было к ним обратиться. И во времена возвращения из плена, Иегова посылал к ним своих пророков для ободрения и наставлений, что помогло восстановить чистое поклонение. Знаем мы это из Езекииля 1 главы 1-2, 2 главы 3, ездры 7 главы с 1 по 7 и также 5 главы 1 стихов. Уверенность в том, что во времена бедствий Иегова не оставит без своего руководства, тоже помогает сохранять положительный настрой всем его верным служителям. Какие в этом уроки для нас? В какие бы трудности мы, как служители Иеговы, не попадали сегодня, Иегова заботится о том, чтобы обеспечивать своих верных служителей своевременным руководством в том, как проходить через все испытания, не огорчая Бога? Понимание того, как себя вести в сложных обстоятельствах и чего ожидать, помогает сохранять радость и интерес к тому, чтобы проходить через трудности, полностью доверяя Иегове. Даже во времена проблем в собрании, когда так же, как и в древности, многие из-за недобросовестных пастырей будут с упрямством пренебрегать словом Иеговы, Он не оставит без руководства тех, кто остается ему верным. Можно открыть 2-й Сан-Никицам 2-ю главу со 2-го по 4-й и Откровение 11-ю главу с 3-го по 6-й стихи, а также посмотреть видео 2-14-а, кому интересно. Под заголовок «Иегова нас благословляет» Благословения, обещанные Иеговой для всех, кто проходит через испытания, оставаясь верным Богу, также помогают избегать сетований и сохранять радость. Почему? Кто остается верным Богу, тот относится к испытаниям, как к происшествию, в котором есть возможность обнаружить свои недостатки и исправить их, что улучшит и отношения с Иеговой. То есть, те, кто любит Иегову, воспринимают испытания, как возможность провести время, с пользой для своей духовности и сближения с Иеговой. Как об этом сообщал апостол Петр в 1-м послании 4-й главе 12-м и 13-м стихах. И благословением в этих трудностях будет не только поддержка Иеговы, сохраняющая умиротворение и спокойствие сердца, но и помощь в формировании плода Святого Духа, тех христианских качеств, которых у нас не было до испытаний. О них сказано в Филиппийцам 4-й главе 6-м и 7-м, Римлянам 5-й главе с 3-го по 5-й и в Галатам 5-й главе 22-м и 23-м стихах. А если вспомнить о благословениях в трудные времена, из примера Исаия 30-го главы с 23-го по 26-й, то в современности к личным духовным благословениям Иегова добавит еще и благословения для всего народа Иеговы. Как помним, трудности плена Вавилона улучшили духовные служители Иеговы, а это в свою очередь способствовало тому, чтобы Иегова помог обратившимся от зла иудеям восстановить истинное поклонение, отстроив разрушенный храм. Подобное этому благословению испытает и народ Иеговы современности. После того, как многие из народа Иеговы, испорченного беззаконником, исправятся и обратятся от идола поклонства к Иегове, он организует для своего народа дополнительное духовное питание, в котором будет восстановлена чистота библейской истины. Как об этом информируют тексты из Откровения 11 главы 13 и 12 главы 14? И, хотя в настоящее время из-за разных давлений беззаконника служить Иегове в собрании нелегко, уверенность в скором исправлении ситуации помогает сохранять радость и видеть смысл в том, чтобы оставаться в собрании, несмотря на трудности, чего и себе, и всем вам, дорогие друзья, слушатели, читатели, искренне желаем. И в конце, как всегда, напоминаем, что только что прозвучавшую информацию вы сможете найти в текстовом варианте. Ссылка на текстовый вариант находится в описании к этому видеоролику. Материал был подготовлен свидетелями Иеговы сайта Ящик Ответов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok